всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет видео рецепт приготовления моей мамы мясного рулета с начинкой так что кому интересно продолжайте смотреть сегодня мы будем готовить мясной рулет с начинкой у нас имеется парш двух видов это бараний парш и свиной и рулет делает любых видов парша какой есть наличие в данный момент вот у нас такой можно домашний в общем куриный для начинки у нас в этот раз будет зеленый лук который мы разрядили грядочку с яйцами пока у нас замачивается булочка для фарша мы будем нарезать делать начинку нарежем зеленый лук вот я почистила яйца количество для начинки количество может быть любое на любителя я еще не сказала насчет начинки вот в этой рулеты можно любую начинку можно просто положить по половинке яиц вдоль можно положить лук с грибами можно положить даже макароны пюре все что угодно что жила душа пожелает за то есть в холодильнике есть холодильнике подбирается яйца сюда я делаю не на терке а вилочка чтобы было покрупнее чтобы она чувствовалась там яйцо с луком вот мы порезали сюда яйцо теперь будем добавлять я всегда добавляю соль сахар соль как как нормально должно быть а сахар это так ли усиление вкуса теперь мы будем готовить все фарш я думаю замочила булочку обыкновенной воде лук я не добавляю фарш добавляю в этот раз и буду добавлять вот чесночок и специи потому что у нас баранина и лук есть в начинке вот мы сейчас будем для все вот это сделаем вот я сделала . с этим самым чесночком перекладываем фарш в принципе рецептура идет как для котлет добавляю специи в котлеты я не добавляю специи еще маленький нюанс значит я в этот фарш не добавляю ни молочка ни воды вот как котлетки то есть он у меня идет в принципе сухой потому что иначе я считаю что может развалиться сам рулет и черный перец это я кладу побольше перец баранинка любит перчика посажу вот эти наши специи смесь которая вот я теперь перемешала это сама свой фарш такой вот теперь я буду его отбивать я это делаю всегда зависимости не важно что готовим от рет и ну во первых это еще больше лучше переместиться потом как тесто ну она будет более эластичное вот так вот мы стоим и отбиваем она сама как бы еще и перемешивается и более однородный получается фарш и вот такой вот воздушный последующую половинку укладываю вот он если сравнить даже фарш тот который я просто тот который я просто ложка перемешала и тот который я уже отбила получается вот такой вот ты так и на котлеты делать так я и на котлеты на любое на котлеты на сразу на биточки всегда фарш отбиваю вот я отбила два кубочка вот вот такие два кружка хорошенький теперь значит я делаю так я не на полотенце делая прямо на фольге делаю вот этот рулет я как бы делаю побольше и поменьше вот тут у нас почти одинаково сейчас я отсюда добавлю так это как бы будет крышечка вот это донышко будем делать вот у меня такая вот такая вот у меня ёмкость я кладу фольгу я кладу двойную двойную будет выделяться сок чтобы он не вытек вкусненько было и я промасливаю маслом для того чтобы не есть фольгу потом когда будешь отлетать теперь я кладу фарш вот я его кладу и равномерно распределяю его вот по всей стараюсь не разрывать конечно чтобы тихонько продавливать вот так вот донышко конечно должно быть потолще вот здесь у меня фарша где-то получается побольше килограмма теперь я обязательно это вот это смазываю чтобы он не разламывался то есть жарун то есть он при температуре схватит и как бы будет чтобы и начинка не особо вылезал и схватился и выкладываем начинку теперь будем укладывать а теперь мы вот так вот и зажимаем смазана видишь и хорошо отходит сама вот этот фарш когда смазанная вот это белым баточком и вот мы уже можем формировать его вот так вот смотря щелки вот эти теперь мы закрываем верхушечка теперь еще сверху смазываем хорошенько яичко да теперь прокалываем чтобы выходил отсюда пар который будет когда вот образовываются там видишь как там водичка еще в этом теперь мы закрываем верхушечка яичко смазываю когда буду снимать ее чтобы на нем не порвался сам рулет все теперь ставим духовку на час с разогревом на 180 градусов я надеюсь вам понравилось такого рода видео обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх если понравилось пальчики вниз если не понравилось оставляйте свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч